Добрый день Сегодня мы рассматриваем модели 4-х тактных двигателей Линейку будем рассматривать среди контингента двигателей от 5 до 15 лошадиных сил 4-х тактные Вот здесь представлен мотор От него далеко вообще этот самый капотик Капот немножко побольше, чем для двухтактного двигателя Спасибо Но это уже мотор с раздельной системой смазки То есть с двигателем, представленным в четырехтактном варианте Масло непосредственно заливается в картер мотора Бензин используется чистый 92-й, насколько я понимаю 92-й, 95-й Значит, он несколько по-другому выглядит по сравнению с осмотренными ранее двухтактными моделями Карбюратор несколько иной применен Ну, тоже ручной кикстартер здесь, значит, применен Бачок здесь встроенный На следующих моделях будет бак выносной Потому что мощность их уже гораздо выше Перейдем к модели 9,9 лошадиных сил Модель представлена, значит, моторами Мобисия Четырехтактом 9,9 лошадиных сил С водяным охлаждением Выглядит он вот так То есть такой достаточно крупный капот Сколько он, кстати, весит? Специалист сейчас нам подскажет, сколько он весит То есть он весит уже 50 килограммов, да? Вот такой капотик Значит, применен тоже ручной кикстартер Значит, вот впервые я его вижу Поэтому, значит, сразу, наверное, не везде смогу сориентироваться Значит, катушка сжигания с этой стороны Так, фильтр уже расположен с другой стороны Входной патрубок Карбюратор уже достаточно мощный И разветвленная сеть уже Это фильтр воздушный, насколько я понимаю, да? Воздушный фильтр представлен вот в таком виде Ну, в общем, и все Тут ничего сложного нет, так сказать Значит, мощность его Повторяю еще раз 9,9 лошадиных сил Теперь перейдем к двигателю, значит, 15 лошадиных сил Да, посмотрим, значит, рульпель управления Представлена вот такой, значит, конструкцией С кнопкой гашения Рычагом управления дроссельной заслонкой Ну, вот в таком виде представлен двигатель Значит, переходим к двигателю в 15 лошадиных сил Достаточно мощный двигатель для двухцилиндрового исполнения Тоже четырехстатный С раздельной системой смазки Используется чистое топливо 92-й, 95-й бензин Значит, который подается непосредственно из бака Так же, как и в модели 9,9 лошадиных сил В модели 15 лошадиных сил Бак используется внешний, навесной Потому что потребление двигателя уже гораздо больше Чем в модели 5 лошадиных сил Конфигурация двигателя такая же То есть, масляный фильтр, кстати Который был и в том же моторе Катушка зажигания, значит Двухцилиндровая схема С двумя свечами зажигания Вот они находятся Здесь, значит, с этой стороны вынесен топливный фильтр Карбюратор Тоже в самой конструкции Разница между двигателями 15 лошадиных сил И 9,9 лошадиных сил Другая длина хода поршня Другая длина шатуна поршня коленчатого вала Степень сжатия, естественно, здесь больше гораздо Значит, объем по цилиндру объем один и тот же То есть, просто здесь повышенная степень сжатия И как бы вот он немножко поджат Ну или тот прославлен, скажем так 9,9 лошадиных сил А так, в принципе, консигурация та же самая Тоже самое Те же самые регулировки управления В общем-то, вот конструкция Это эти двигатели мы предлагаем вам как самые надежные По качеству Лучшие по качеству среди, значит, представленных сегодня на 8-ти двигателей И, значит, по бюджету Самые оптимальные для приобретения вами, для установки на ваши плавательные средства Спасибо вам огромное за внимание Здесь были Андрей Прокопьев и стенд двигателей моторов лодочных Ямабиси Субтитры сделал DimaTorzok